Колени ногами, голы, только в стойке, локтями только в комнату. Все понятно? Пожар в руки. Благо. Что ж, очередной поединок у нас начинается. Это уже четвертый по счету. Юра Шагенов из Кабардино-Балкарии против... А, из Савропольского края, прошу прощения, против Саламбека Масхадова. Представители бойцовского клуба Ахмат. ММА-базовый стиль у обоих спортсменов, значит, по 17 лет им. И для обоих профессиональный дебют. Чуть выше ростом Шагенов нашего бойца. Поэтому некое преимущество у него все-таки есть в стойке, за счет длинных конечностей. Но при этом свои преимущества имеет и бойец, у которого чуть меньше рост тоже. На проходы немножко делать лягче будет. Присматриваются друг к другу. пытаются нащупать слабую за скажем так ждут ошибки наверное первую очередь оппонента и уже там будут стараться что-то придумать ну вот попытка колес колено со 100 коленом со стойки пробить у шагинова была тогда он удается как вот зелимхан говорил чуть меньше меньше росту нашего бойца ему легче проходить ноги то и когда он удался вот теперь нужно чтобы удалось вы вырваться из захвата мы там отметили что соломбек выходить из ммм да это было там чуточкой нашу изюминка как бы нам скрыть данные нашего бойца да он сам выходит из борьбы когда сразу ну вот видно что из борьбы сразу же показывает нам красивый бал просох на несколько баллов ну чтобы на ходу бойцы не подстраивались да чтобы там чтобы они не знали чего ожидать от наших бойцов мы там приписали кому ну значит а вполне возможно что его соперника тоже базовые силе и другие на любом случае смешу же в октагоне понятно будет уже да я думаю по ходу поединка становится понятно у кого когда уже нащупает кого что лучше получается ну соломбека два хороших тейкдауна это уже преимущество тогда ну вообще в ммм большой роль играет а вот какая задача стояла перед нашим бойцом стойки работать или вот за счет тейкдаунов как раз таки пытаться за счет тейкдауна перевода там в партии уже более удобной позиции добивать оттуда как он сейчас как мы видим делать ну значит хорошо выполняет выслушал своих тренеров и выполняет весь план на бой у него уже три тейкдауна было была попытка добивания несколько хороших попаданий там получились ну и вот первое перевод в партер со стороны до шагенова посмотрим получится ли у него что-нибудь вяжет грамотно вяжет масхадов соперника не позволяет ему нанести удар хотя вот сейчас был неплохой размах но быстро встретил его связал этот удар тоже масхадов и опять опять грамотно уходит не получилось вообще вот из подобных ситуаций как там айрбек тайсумов в одной из наших программ показывал как можно выходить спокойно из гарда и переводить соперников намного более выгодную для тебя позицию и и как раз вот в предыдущем эпизоде нам наглядно это продемонстрировал и саламбек масхада видимо посмотрел эту программу саламбек полгода нас тренировал известнейший боец чеченского ммм и все в россии сейчас недавно стал чемпионом лиги а себе альберт дураев по моей просьбе руководство нашего клуба подписали его как бы тренером и он тренировал нас много всяких фишек нам показал ухода спартера и защиты у сетки ну все что нужно ммм а все что проверено самим в бою хороший хороший тренер у вас был дураев многому действительно можешь научить и по части грэпплинга в частности вот основа тэгдан удался масхаду контроль он осуществляет при этом прижимает к себе шагенов саламбека и не позволяет ему попробовать добить его ох какой хороший удар тут же на на удушающий выходит и здесь хороший захват не через руку дышать пока может соперник ну и вырывается достаточно часто вот подобная ситуация у нас получается да когда вроде бы проводит захват хороший на на удушение берет соперника боец но вырывается видно что вот в этом компоненте это нужно еще работать хорошо да переводы вот отсюда попытаться нанести удар в голову вяжет вяжет шагенов масхадова саламбека вот хороший удар корпус голова с классика еще раз еще одна попытка у масхадова была я напоминаю это четвертый поединок международного молодежного турнира wfc грозная битва 10 который проходил в курчало и при организации главы этого района и дриса черри при поддержке главы этого района и дриса черхигова и пока что преимущество ну наверно без сомнений у нашего спортсмена потому что действительно много очень много переводов в партер да и и и в стойке даже особо ничего показать пока что шагенова не удается поэтому если дело так и завершится если поединок так и завершится то тут суди просто обязаны отдавать бой нашему спортсмену потому что действительно лучше он себя проявляет больше очков зарабатывает в курчало и вольная борьба хороший очень хорошо развита и как зима хан сказал масхадов выходить как раз таки из-за этого вида спорта соответственно вот и получается у него очень хорошие проходы хорошо себя показывает в клинче вяжет соперника в свои сильные стороны навязывать ему еще одна попытка здесь уже слишком откровенно пошел проход ноги уже в уставшем виде показывает но при ему удался ему тогда все равно все таки наверно слишком очень опрометчиво вот так вот эти в мм айти вот так вот в ноги на если соперник может колено свежее да он встретил с колен и снизу сразу же вспоминается одни из последних боев бесслана и сова в петербурге на и себе 12 по моему если не ошибаясь вот подобный проход ему попытался сделать его соперники и бесслан так аккуратно встретил его коленом и отправил нокаут достаточно глубокий причем поэтому нужно аккуратно нужно готовить свои проходы понимает все таки что салам саламбек что он был лучше в этом поединке принципе это и было заметно тяжелых упорных раундов единогласным решением судей победа присуждена бойцу красного губа саламбек москва бойцовский клуб ахмад чеченская лесу